приветствую вас уважаемые друзья на нашем канале new technology и сегодня мы продолжим обзор девайсов от компании huawei которая провела недавно очередное официальное мероприятие где и представила новый смартфон huawei nova 2s ставший наиболее продвинутым устройством в линейке середняков селфи фонов нова что же интересного в плане технических характеристик получил эта новинка чтобы захотелось выложить за нее несколько сотен долларов выделим ключевые особенности этого аппарата это двойная основная камера двойная фронтальная камера большой экран и android 8 oreo с фирменной надстройкой и м ю ай 8 теперь уважаемые друзья мы поговорим обо всем этом более подробно в отличие от предыдущего анонсированного компания huawei аппарата honor v10 где речь шла только металлическом корпусе в этой модели nova 2s есть покрытие с двух сторон защитным стеклом с 2 5d эффектом справа находится рельефная кнопка питания и клавиша качелька регулировки громкости слева разместился комбинированный пластиковый слот для двух sim-карт замены одной из них на карту памяти micro sd объемом до 256 гигабайт сверху одинокий микрофон для устранения шума во время разговора на нижнем торце расположены стандартный 3 5 миллиметровый аудиоразъем разъем usb-c микрофон и динамик громкосвязи также сверху и снизу находятся пластиковые вставки для антенн huawei nova 2s получил 6-дюймовый экран разрешением 2160 на 1080 точек и модным соотношением сторон 18 9 плотность пикселей составит 403 ppi что в итоге даст сочную и яркую картинку на экране но 90 процентный охват цветового пространства ntsc даст хорошие углы обзора в настройках как всегда можно поменять цветопередачу сделав ее более приемлемой для своих глаз экран также поддерживает 40 видов приложений с функцией разделения экрана так что вы сможете общаться в чате и при этом смотреть любимое видео несмотря на довольно узкие рамки экрана под ним нашлось место для кнопки home с интегрированным сканером отпечатков пальцев а вот над ним место для динамика и двойной фронтальной камеры со вспышкой вот о ней а двойной так как речь идет о сэлфи фоне я расскажу более подробно но по крайней мере максимально то что дает производитель фронтальный блок использует основной модуль на 20 мегапикселей с апертуры f2 и дополнительный на 2 мегапикселя для получения художественных эффектов с глубиной резкости думаю что многие согласятся с тем что это довольно хороший тандем для фронталки заявлен фиксированный фокус и алгоритм красоты лица показывающий трехмерные лицевые контуры для лучшего исправления дефектов также камера может автоматически воспринимать окружающий свет и интеллектуально регулировать эффект заливки заднего фона уменьшая или наоборот увеличивая степень света помимо этого предлагается возможность менять фон на фотографиях на различные темы и декорации теперь перейдем к тыльной стороне аппарата где расположена основная также двойная камера и светодиодная вспышка как говорится ничего лишнего состав тыльного блока входит 16 мегапиксельный стандартный сенсор и 20 мегапиксельный монохромный сенсор максимальная диафрагма f1 и 8 говорится о наличии фазового и контрастного автофокуса есть режим мультикадровой съемки при которой камера сделает несколько снимков и объединит их в один для достижения наилучшего качества но специализированный процессор аэспи входящий в состав чипсета хесиликон кирин 960 поможет в обработке изображения и скорости фокусировки для максимально лучшего качества фотографии есть запись видео в максимальном разрешении 2160 пикселей что касается звучание уважаемые друзья то присутствующий процессор и кирин 960 выделенный аудио чип х 6403 используют современную технологию шумоподавления для уменьшения уровня фонового шума при разговоре обеспечивает качественное воспроизведение музыки при уровне окружающего шума до минус 117 дБ а также аппаратно поддерживает воспроизведение форматов high-end 32 бита на 192 килогерца и dsd форматов huawei nova 2s значительно улучшился по качеству звука под независимым набором микросхем хай фай еще одна возможность функции аудиоэффектов huawei histone позиционировать звук в пространстве выбирая в зависимости от звучащего материала тип звучания близкая фронтальная или объемная есть еще и эквалайзер с пресетами теперь перейдем к внутреннему содержанию аппарата в huawei nova 2s установлен восьмиядерный 64 битный процессор кирин 960 с четырьмя энергоэффективными ядрами cortex a53 с частотой 1 и 8 гигагерца и четырьмя производительными ядрами cortex a73 с частотой 2 и 4 гигагерца изготовлен чипсет по 16 нанометровому техпроцессу finfet plus в качестве графического адаптера здесь используется mali g71 mp8 кирин 960 имеет полноценную поддержку современного графического стандарта вулкан эта технология использует ресурсы процессоров намного эффективнее чем opengl что позволяет достичь детализированной графики и стабильно высокой частоты кадров даже в самой требовательной игре но и не забудем супроцессор ай-6 он способен выполнять легкие задачи пока остальные восемь ядер отдыхают что позволит девайсу всегда находиться в боевой готовности аппарат работает под управлением фирменной прошивки м ю ай-8 на базе новейшей версии операционной системы android 8 oreo из коробки huawei в nova 2s добавила функцию распознавания содержимого экрана то есть длинное нажатие двумя пальцами может интеллектуально идентифицировать текст на дисплее и отталкиваясь от содержимого искать информацию в интернете в режиме реального времени также есть функция быстрой разблокировки телефона по распознаванию лица владельца емкость аккумулятора huawei nova 2s составит 3240 миллиампер часов что является достаточно неплохим вариантом на полный день смартфона должно хватить также режим энергосбережения поможет следить за работой фоновых процессов в аппарате будет использоваться 4 или 6 гигабайт оперативной памяти формата lp ddr4 и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти формата ufs 2.1 сети будут представлены 2g 3g 4g lte беспроводные интерфейсы это wi-fi 802 11 с окончанием эсси работающий двух диапазонах bluetooth 4 и 2 и есть модуль nfc за навигацию отвечают gps и gps глонас байду huawei nova 2s будет доступен в пяти расцветках красный розовое золото серый черный и голубой новинка уже поступила в продажу официальная цена на стандартную версию 4 и 64 гигабайта составила 410 долларов 6 и 64 гигабайта 455 долларов и за топовую версию 6 и 128 гигабайт флеш памяти предстоит заплатить 515 долларов стоит ли это модель своих денег решать вам уважаемые пользователи девайсов но я перейду тем временем к анонсу новинок в котором я представлю клона iphone 10 свое время дизайн яблочного девайса всего фирменным вырезом вызвал немало споров что немало не озаботило китайских производителей их реакция всегда одинаково и предсказуемо это надо копировать и вот на свет появился смартфон bow way notch которого уже называют бюджетным убийцей iphone 10 в отличие от настоящего мобильного устройства яблочной корпорации на лицевой части bow way notch находится небольшой отступ снизу на котором производитель выгравировал свой фирменный логотип в остальном оба этих мобильных устройства идентичны друг другу по части внешнего вида что касается остальных технических характеристик смартфона то нужно отметить что этот аппарат лишен сканера лица face id вместо которого в специальном вырезе располагается разговорный динамик парочка датчиков и обычная фронтальная камера на задней крышке мобильного устройства которое выполнено из стекла находится не только двойная основная камера полностью аналогичная по внешнему виду основной камере в iphone 10 но еще и сканер отпечатков пальцев к сожалению остальные спецификации новинки держится в секрете однако в продажу новый телефон должен поступить уже в ближайшие несколько недель если учесть что производитель намерен продавать его буквально за копейки менее чем за 200 долларов то это отличный шанс для всех людей стать обладателями первого в мире убийцы флагмана от apple поскольку если смотреть на смартфоны iphone 10 и ебовый ночь с расстояния в один метр то никакой разницы между ними заметить вероятнее всего не удастся официальный анонс этого смартфона состоялся в рамках закрытой пресс-конференции на которую не были допущены журналисты поэтому ждем доступа к остальной официальной информации и как только она появится то мы уважаемые друзья сразу же ее вам обнародуем ну а на сегодня я заканчиваю свой обзор для всех недоброжелателей нашего канала скажу словами кота леопольда ребята но давайте жить дружно особенно в преддверии такого замечательного праздника как рождество христово не уходите просто так с нашего канала обязательно подпишитесь ставьте лайки комментируйте и почаще улыбайтесь это продлевает жизнь всем пока пока